простейшая супатная застежка потайная сегодняшняя наша тема но это конечно не подходит на пальто или там верхней одежде это для легкой одежды мы вам показываем потайную застежку сейчас как исполнить но хотим показать вам ее короткой без заморочек чтобы легко это делали потому что у нас не раз возникали ситуации когда приходили новые мастера и я им показывала как делать застежки супатные даже в пальто они сидели плакали год мы так мучились такими трудными окольными путями это делали оказывается это так просто делать а люди от радости плакали поэтому сегодня мы вам показываем как самым простым способом исполнить потайную застежку на летние блузки летней рубашки платье на пуговицах и так далее перед нами вы кроечка правой полочки вся женская одежда застегивается справа налево выкройка правой полочки с определенными прибавками смотрите вот у нас линия центра переда который у нас базовой основе линия центра переда вот первая линия вторая линия это линия сгиба нашей блузочки вот так вот здесь полтора сантиметра от линии сгиба три сантиметра три сантиметра три раза по три сантиметра и один раз 0,5 сантиметров. Повторяю еще раз. Полтора сантиметра. 3, 3, 3 и 0,5. Наши прибавки, наши линии все нанесены. Первое мы сейчас нанесем прокладочный шов по линии сгиба. Перенесем ее булавочками наизнанку и проложим ниточкой прокладочный шов. Это тот случай, когда по линии центра переда не нужно прокладывать прокладочный шов, а по первой линии сгиба. И одну линию где 3 сантиметра мы пропускаем и следующую тоже прокладываем прокладочный шов по линии вот этой вот, которая от линии сгиба вторая. Две линии необходимо пронести прокладочный шов. Первая линия линия сгиба, которая расположена 1,5 сантиметра от центра переда и вторая линия через 6 сантиметров от нее. Вот эту выточку мы ничего сшивать не будем, нам это не нужно, мы работаем сегодня здесь. Два прокладочных шва необходимо проложить. Смотрите внимательно сюда, от этого нашего прокладочного шва, который 0,5 и 3 от края, мы прикололи клеевый материал, сейчас вырезаем и будем дублировать. Сейчас будем дублировать и заутюживать. Мы вам сейчас покажем самый простейший метод изготовления супатной застежки. Ну, хочу сказать, что девочки, конечно, изобрели его сами, а мы вам показываем просто так. Поэтому то, что люди методом как бы проб и ошибок как бы пришли к этому, вы получаете просто так знание. Я считаю, что вам повезло. Я сама в молодости помню, с каким-то узлом так мучился, мучился, потом думаешь, боже, как это оказывается легко, чушь я так мучился. Но пока же придешь к чему-то, это же сложно. Точно от прокладочной нашей линии, которая, вот видите, ниточка, именно от нее мы дублируем краешек. То есть край клеевой совпадает с нашим прокладочным швом. Вот так делать никогда нельзя, клеевые резать на утюжильном столе. Но мы сейчас спешим, вот так вот делаем. Вы так не делайте. А то один пришел, отрезал клеевой, второй пришел, положил, что-то утюжит. Эти клеевые, вот эти минимальные кусочки поприклеивались к нашим полочкам, все испорчено. Ура! Теперь точно по нашей наметочке, которая у нас есть в прокладочной швов, сутюживаем изнанку с изнанкой. Три с половиной сантиметра у нас тут три, наша застежка, и 0,5 это то, что как бы должно войти в край на обработку. И по первой нашей ниточке, которая сгиб блузы, края, тоже отутюживаем. Сейчас два шва мы заутюживаем. Будем ждать ваших отзывов по этой теме, потому что очень-очень-очень ценный материал вам даем сейчас. От этого сгиба полтора сантиметра, вот здесь у нас центр переда, мы его не прокладывали и не отмечаем. Дальше сгиб отметили. Дальше три и три сантиметра. Среднюю линию мы не отмечали. Последнюю линию мы отметили. После нее три и 0,5. Вот эти два сгиба продублировали, заутюжили, заутюжили сгиб. А теперь Наташа сутюжит их вот так вот вместе. И таким образом нам не нужно делать прокладочный шов линии, который вот в середине сгиб образуется. Он образуется сам. Будьте внимательны, сейчас очень вам покажут все хорошо. Хорошо, вот сейчас очень хорошо нужно отутюжить. Отстоять, отутюжить, чтобы все было вот так вот идеально. Вот смотрите, вот тут у нас, видите, что 0,5 лишнее. И вы думаете, что мы сейчас будем делать шов с закрытым срезом? Но нет, мы будем делать по-другому. У нас все само спрячется. Можно, конечно, вот эта наша вся супатная застежка вот так завернется с закрытым, с открытым срезом и прострочится. Или окантуется и прострочится. Но мы же так не любим, чтобы так все было. У нас с вами вот такой будет низ блуза, подгибка. И наша супатная застежка будет подвогнута отдельно. То есть мы сейчас будем делать подгибку самой блузе отдельно, супатной застежки отдельно. И тогда только мы приступим к заготовке нашей застежки. Вы уже поняли, как все быстро. Сейчас у нас сгиб блузки, там, где сутюжина внутрь, мы его вырезали изнанку. И шьем полтора сантиметра до середины вот этой, которая три сантиметра у нас сутюжилась сама внутрь. И так же вторую нашу часть, смотрите, 0,5. Вот этот излишечек 0,5 у нас заколот вот здесь. Видите? Мы его должны оставить, сюда не заходить. И здесь тоже шьем полтора сантиметра. Ну, немножко сдвинулась у нас миллиметрик. Представляете, какой глаз у Наташи? Она уверена, что она придет в одну точку. А всем остальным нужно чертить все линейкой. Потому что попробуй вот так, не глядя, приди в одну точку. Сильные-таки не делайте закрепки туда-сюда. Вот так немножко закрепили обратно. И все. Как начинаешь, смотрите. О чем я вам говорила? Отсюда шили, пришли в одну точку. Отсюда шили, пришли в одну точку. Сейчас все эти излишки Наташа будет удалять. Запоминайте. Сама блуза, вот полочка, надрезана к уголочку наискосок. Вот. Сейчас покажем. На самом деле просто это называется удалить излишки. Один уголочек выворачиваем, отутюживаем иголочкой. Второй уголочек выворачиваем, отутюживаем. Не будет такой грубой подгибки, как если бы мы все вподряд взяли и загибали обе застежки еще два раза. Представляете, какое бы это было безобразие. Сейчас пойдем это все отутюживать, и у нас сразу отутюжим вот эту подгибку низа как бы нашей блузы. У нас на подгибку полтора сантиметра. Наташа хочет сделать подгибку 0,7, 0,7. Конечно, у нас тема не подгибка, но субпатная как-то упирается в подгибку, поэтому этот узел мы обязаны вам показать. Что бы все так работали? Боже мой! Как у нас Наташа работает. Этот косой уголок срезан, чтобы было чему входить туда внутрь. Видите, да? Сейчас вам кажется ужасно, но потренируетесь, получится. Что получилось у нас? Смотрите. Сгиб блузы. А вот тут, видите, у нас 0,5 лишних. Пока с ними ничего не делаем. Оно так вот у нас и есть. Оно туда выйдет само. Обратите внимание подгибка. Наша супатная застежка, которая подшита вот как бы отдельно. Видите, да? И наш край блузы. Наша супатная застежка вот сюда будет развернута. Посмотрите, как чистенько, как аккуратненько. Конечно, это образец мы вам показываем на хлопке. Следующая операция у нас. Смотрите. Видите, мы не стали вот так вот закладывать, потом закладывать внутрь вот этот вот 0,5. А мы просто сейчас вот так вот разложили. И вот тут вот в край сейчас будем прометывать и прострачивать. И вот те 0,5, которые у нас были лишние, они сами туда вошли. Нам ничего не надо делать. В то время, когда мы вот так вот сутюживали с вами наши два вот эти вот сгиба отутюженных, вот тут образовался сгиб вовнутрь. Теперь мы вот за него прячем те наши 0,5 сантиметров и в раскрытом виде вот так вот прометываем то, что делает сейчас Наташа. Конечно, люди, которые как бы пытаются у нас шить пальто, те, кто купили пальто, и очень у многих получается, мы отзывы слышим. Не у всех, конечно, есть петельные автоматы, но туда чуть-чуть ближе к осени мы сделаем небольшой видеоурок, как изготовить супатную застежку на верхней одежде. И вы будете прекрасно делать супатные застежки на верхней одежде. Также нужно научиться делать петли в рамку. Петли в рамку, когда умеешь, плюс супатная застежка, совсем можно жить без петельного автомата. Там на молнии, там на кнопках пришивных, там на супатной застежке. И как-то всегда можно выкручиться. Мы раньше тоже выкручивались, когда у нас не было автомата петельного. Отрезаем все вот эти излишки, которые у нас получились, и отутюживаем. Да, я хочу, чтобы вы оценили, какие гениальные у нас мастера. Я вот сейчас смотрю, прямо меня гордость распирает. Думаю, какие молодцы. Это ж ведь нигде не учат, это ж не преподают, когда изучаешь профессию. Это можно только самому в процессе работы научить, выучить какую-то новую операцию, изобрести ее, поделиться с коллективом, и чтобы все так начали делать. Это сложно на самом деле. Будьте внимательны. Вот поэтому нашему внутреннему сгибу прострачиваем вот в таком раскрытом виде. Не бойтесь запутаться. Если вы будете внимательно следить по порядку, вы все прочувствуете. Прострочили. Идем утюжить. Простая операция. Сейчас удаляем наметочные наши стежки, те, которые мы сейчас только приметывали. И сейчас мы с Наташенькой отутюжим, я покажу вам, что получилось. Сейчас Наташа сначала отутюживает вот в таком раскрытом виде, как мы и строчили. И сейчас я вам покажу, что получилось. Что получилось? Получилось вот, что вот наша блузочка. Вот строчка, которую мы только что строчили в закрытом виде. Вот подгибка низа, она заканчивается на супатной застежке. Супатная застежка сшита и вывернута заранее. Вернее, не супатная застежка, а край блузы. А вот наша застежка супатная, сейчас мы ее сюда отутюжим, вот здесь будет небольшая закрепочка, посмотрите, как удобно отдельно делать, что нет такой здесь грубости, вот в чем дело, вот здесь вот, когда, если бы все вместе мы это сшили. Конечно, мы не будем сейчас пробивать петли, мы вам нарисуем петли и все, потому что если мы еще пойдем сейчас петли пробивать на этом образце, а кому они тут нужны? Застежка практически готова, осталось только, смотрите, как чистенько, как аккуратненько, шов 0,5 сам-сам ушел туда внутрь, ничего не надо делать, смотрите, вот наша блузка, вот наша застежка, на которой мы делаем петли, вот здесь вот небольшая закрепочка, край застежки обработается беечкой или воротником, или стойкой, или чем-то он будет дальше обрабатываться. Все, сейчас мы покажем, как отметить петли. Запоминайте, когда вот на таких планочках петли всегда вертикальные. Да, 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 мы ручкой прямо рисуем, потому что как бы это, конечно, образец. Мы вам сейчас нарисуем петли, а вы считайте, что это мы уже их пробили. Ну вот смотрите, на вот этой внутренней части, которая у нас оказалась спрятана под краем, посередине, ровно 1,5 см с обоих сторон, рисуем петли, рисуем и пробиваем. На все нужны, на самом деле, минуты. Когда начинают делать супатную застежку и делают, то я целый день, это просто уже перебор. Вот, все готово. Еще раз отутюживаю, что мы тут все. Простейшее изготовление супатной застежки на легкой одежде мы с вами сегодня прошли. Без заморочек. На этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. С вами были мы, Паук Штирина Михайловна, Наташа и Естребов Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин